Цены на продукты питания растут. Пока власть обещает перейти от стабильности к благополучию, купить самое необходимое становится все труднее. Народ, о котором на словах пекутся политики, едва сводит концы с концами. Как утверждают чиновники от партии регионов, ситуация в экономике Украины выровнялась и теперь мы идем от стабильности к благополучию. Если иметь в виду стабильное падение уровня жизни, то этого мы действительно достигли. Реальное положение дел можно увидеть там, где продают и покупают. Прежде всего на рынке, где несмотря на множество супермаркетов, отоваривается большинство одесситов. Изобилие товара, конечно, радует, но когда поговоришь с людьми, вспоминается поговорка «Видит око, да зуб не имет». Растут, цены растут. Вот сегодня была в молочном корпусе. Творог, если был на той неделе 35, то в этот раз 40 хороший творога. Как все в нашей жизни? Потихонечку растут. Цены растут, а пенсия не увеличивается. А что не видно, что растут? И что как растут? Вон ничего не купила, уже деньги потратила. Ну цены, что для пенсионеров всегда цены все время очень высокие. Цены ходишь и смотришь, что можно выбрать. Нельзя представлять себе всех продавцов какими-то шкурадерами. Одно дело перекупщики, другое дело те, кто работает сам в своем хозяйстве. Им сейчас приходится не легче, чем покупателям. Цена товара растет не по их вине. Нам все повезло. На продукты, на зерно. Дуже трудно кормить. Дуже. Ну сложно, потому что корма дорогие. Сложно продать. А раньше что базарное было 15, сейчас 25 гривен за место платить надо. За анализ. Плюс там чай, кофе хочется покушать. Расходы, конечно, большие. Транспорт дуже дорогий. Вы знаете, дуже дорогий транспорт. Дуже много платим за все, за транспорт. Все, я больше ничего не буду казать вам. Вы знаете, как тяжко выращивать эту картошку, а вона ни по чему. Самый гадский труд, а вона ни по чему. А что ж, 3 рубли, что цена, о рынке сколько стоит, культивация сколько стоит, все остальное. Да. И они кажут, что дорого, дорого. Почему дорого? Почему дорого? Не будем перечислять, что, на сколько и за какое время подорожало. Мы все ходим на рынки и в магазины. Составлять подробные отчеты с глубоким анализом и выводами дела чиновников. Этим бумаготворчеством они и занимаются. Мы не видим сегодня серьезных каких-то, скажем так, предпосылок для существенного роста цен. Впечатление такое, что наши чиновники и политики живут в другой Украине. Там у них действительно стабильность и благополучие. В мир народа они выходят только для того, чтобы пообещать золотые горы перед выборами. Им мало кто верит, но кабинетных деятелей это не трогает. Причем бюрократы совершенно одинаковы и в столице, и в провинции. Разница только в высоте положения. Кто повыше, обвиняет во всех грехах подчиненных. Это они на местах плохо работают, не поднимают экономику, не дают людям заработать. Нижние кивают на верхних. Центр не дает развернуться, душит налогами. При такой системе чиновнику можно вообще ничего не делать. А народ пусть выживает, как хочет. Покупает что подешевле и ест поменьше. Александр Виноградов, Вячеслав Лаштаба, телекомпания Круг.